Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Алле, вот сначала хочу уточнить насчет термина вот этого предмести или апкаемес. Мы вот пришли к такому выводу, что это трудно перевести на русский язык одним таким словом. Как-то, да, может быть, это предместие, оно не совсем соответствует слову апкаемес, рига с апкаемью, альянса, который вы представляете. Как вы это видите? Вот что это за термин такой? Ну, если так подумать, тогда предместие в рижском контексте, ну, тоже чисто исторически, да, Рига все-таки не сразу был городом, какой он сейчас есть, какой он сейчас большой, но он расширялся понемножку. И исторически, конечно, были эти предместии своим названием, ну, даже с историческими названиями, как Агенскаунс, Хагенскаунс, или там Красная Двина, Шреембушев, Чекрукаунс, и он расширялся, расширялся. Так что, хотя, ну, брать только вот этот контекст тоже, он много чего рассказывает, почему вот есть такие предместии, почему конкретно их так зовут. Это тоже можно смотреть по территории, в городской среде очень территория, и в другой раз четко можно разделить, например, там идет железная дорога, или там какая-то речка, или сейчас пересекает какие-то магистрали, очень тоже ясно видеть, где можно, где что-то кончается, где то, что-то начинается. Это вот просто такой ментальный барьер, там, дорога, железная дорога и так далее, лес. А вообще предместий или Агпкаемис, как термин, он был начин больше, скажем так, про него говорить, когда наша столица сделала такое разделение, она, конечно, не административная, но чтобы лучше планировать город, был предложен такое разделение, как 58 предместий или Агпкаемис, и вот как-то вот это началось так, и городские активисты тоже очень хорошо переняли этот термин, и вот мы это думаем, что это очень помогает этому локальному патриотизму. Например, если ты… Локальному это как мозаика, да? Местному там. Местному, чтобы осознать, что ты живёшь… Гризенкаунс, да? Да, не в анонимной Риге, да, там, конечно, все горды, что мы живём в одном прекрасном городе, но когда ты живёшь уже вот Агенскаунс или ты живёшь Гризенкаунс, это всё-таки другой уровень, вот более такой, скажем так, дружелюбный, ты более осознанно смотришь на вещи. Ну, это вот такой маленький, да, маленький… Подождите, а как же… Ну, это даже не предместие тогда, вообще слово Агпкаема, оно переводится и как окрестность, и как округа, да? Можно говорить тоже про микрорайон. Да, но это такое местечко, да, местечко, вот маленькое местечко, Можно говорить про микрорайон, но вот термин микрорайон, он всё-таки… Пурчик, золик и так далее, да. Кензорчик, например, да, но это москачка, но это вот и есть эти… Да, потому что слово микрорайон, он более себе подражает такое, ну, установку другого типа строительства, да, и не вот все окрестности Риги, вот не про всех можно сказать микрорайон. Например, вот та же самая Красная Адвина, которую я тоже представляю, как от лица общества, он очень разный по строительству, да, вот есть высокие дома, есть маленькие дома, вот я его никак не могу назвать микрорайоном. Хорошо, а как в вашем альянсе Пурчик, Пурцинс там… Пурчик есть. А, есть, да? Да, альянс – это тоже общество, и мы создали это общество как юридические лица уже. В общество нельзя попасть в физическое лицо, просто если ты хочешь стать, например, главой альянса, да, тебе сначала надо вступить в общество, не знаю, Пурчика или так далее. И так тебя выдвигают вперед и так далее. Так что в Риге есть более чем 20 таких организаций, и 10 организаций создали альянс в прошлом году. Вот еще один вопрос, потом мы уже будем спрашивать Элиту. Алле, а у вас вот манифест есть вашего альянса? Вот какой у вас там какие-то самые главные пункты, может быть, 2-3? Да, когда мы создали альянс, мы все организации сказали, что мы будем делать, что мы точно не будем делать. То, что наш главный фокус, даже мы можем сказать на данный момент, это вот хорошее управление городом, или вот good governance, говорит по-английски, или laba power valdeiba. Мы к этому пришли очень натурально, потому что у всех организаций все-таки вот это действие, оно одинаковое. Это коммуникация с Рижкой Думы, это просто осознать, что мы вот находимся между вот этой репрезентативной и демократией, и демократией, которую мы видим на улицах, да. Так что вот это хорошее управление Риги, это наш главный, скажем так, фокус. Второй фокус – это укрепление административного капацитета местных организаций, местных этих организаций окрестностей. И, в общем-то, да, скажем так, эти два фокуса. Да, давайте поговорим вот об этом форуме и вообще о плане развития Риги. Сейчас он уже заканчивается, это общественное обсуждение, до 10 апреля его нужно закончить. Туда, ну, такие два момента главных входят, это развитие закюсалы, да, и луцевсала. Вот какие у вас есть, вот в частности, у Элли, ты хочу спросить тоже, как представителя и общества «За деревья в Риге», вот какие у вас резкие возражения? Я знаю, что общественные активисты очень возражают против уничтожения садов, да, на острове. Да, ну, к сожалению, я бы сказала, даже так, может быть, даже есть, еще вчера мы искали в новом плане, с одной стороны, ни в одном пункте не написано, что в Луцевсале не будет садов, это, ну, там нет такой надписи, но когда мы смотрим в плане развития, то там даже пять мостов, да, там… Пять мостов до 2030 года, да, план развития? Да, да, в плане нарисованы, да. Мы, конечно, знаем, что, наверное, финансовая ситуация не позволит построить пять мостов, но, в принципе, если следите новому плану, то, например, Луцевсала получается как, ну, такая, не как уже зеленый такой остров, да, посередине города, ну, которым как раз еще вчера были студенты из Стокгольма, мы ехали и смотрели, они говорят, какое чудо в центре города, да, а именно, ну, такая транспортная развязка получается, да, с этими мостами, которая как-то, ну, не скажу, чтобы она решала проблемы транспортные, я думаю, все-таки все равно, потому что они ведут как бы через Луцевсалу, и все равно там, и с другой стороны, там написано, да, что сады будут, да, часть садов сохранится, есть планы компании Меркс, которые один кусок частный там есть, да, ну, один кусок земли, которые есть частный, но, насколько я знаю, им, ну, даже, ну, мы никогда так бы не хотели сказать, но Иришская дума, которая не возражает против этих планов развития, в бюро архитекта там признали, что проект просто, ну, стандартные, неинтересные, простые коробочки там хотят построить, рядом с мостом, ну, да, небоскребы, рядом с мостом, просто стандартные, даже, ну, в бюро архитекта признали, что, ну, раз мы отдаем, если так подумать, то это, ну, самое такое, ну, интересное место, его все видят, и там просто такие стандартные, ну, просто такие вот коробки, да, даже не, ну, жилые коробки, да, не совсем небоскребы в новом плане признают, что небоскребов в Риге не будет, пока он не может быть согласован, потому что в старом плане города было, что будут небоскребы, теперь признали, что новых больше не будет, потому что тогда в Риге должны взять 2 миллиона, и тогда, не знаю, мы не должны здесь сидеть. Луцев Сау хотят застроить по типу Пурчика, да? Ну, нет, одну часть, только одну часть частная, да, но это вот подразумевает себе, представляете, мы и так знаем, что там утром творится на этом мосту, да, и если, так как эти 5 мостов, это в каком-то далеком будущем, а планы компании Меркс уже обсуждались в сентябре в бюро главного архитекта Риги, то, ну, я сразу представляю, что тогда будет там утром твориться, да, когда будет 2 новых дома, там примерно 2 тысячи людей. Ну, а разве эта борьба может иметь силу? Я помню, когда эти сады же не, эти сады, можно сказать, такие украденные городом, потому что эти сады вырастили сами люди, у которых были дачные участки, и дачные участки как раз и выгнали, и оставили эти деревья, и сейчас, если бы это было вот тогда такой маленькой, как это, такими фазендами там это все было, сейчас осталось, сделали парк, который хотят ликвидировать, да? Нет, 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 парк – это северная часть, это… А вторая часть остались сады, к сожалению, не все, конечно, ухоженные, но что радует… Ну, где были дачные участки, да, они остались, огороды, да, и они остались, потому что это очень интересный факт, в Луциоусале самые старые огороды в городе Риги, да, самые старые, там еще во времена, ну, крестоносцев было, были выделены земля, поэтому Луциоусале состоит из шести островов, один остров, например, Юмправсала, это значит по-немецки, ну, девушка, если так переводить, да, то, что там выделили для монахинь Цистерцинского монастыря сады для выращивания капусты, потому что только в 20-х годах Юмправсала, потому что Луциоусале состоит из шести островов, вошла в состав города Риги, она, если Луциоусала всегда была, там было, ну, один дом, и там это старые, старые, старые постройки, там и есть этот памятник штурму во время Северной войны, и, ну, этот маленький остров Юмправсала, он только в 20-е годы входил, и там всегда уже, это можно сказать, самые исторические сады, в, ну, в городе Риги, если так, по территории рассуждать, и там всегда, это значит, если, ну, слева берега ехать, это на правой стороне, и там сейчас что радует, что сейчас, ну, можно сказать, так стало модно молодым людям, это сады не только для пенсионеров, но там очень много таких молодежных коммун, там есть Луциоусская эко-коммуна, да, очень, не только, ну, как бы, удел пенсионеров, но она вот развивает, популяризирует культуру садов, выращивание, ну, urban gardening, это такое новое, ну, модное явление, да, и что... Городской садоводство, да, молодые люди, которые, ну, там, нельзя сказать, только, и семьи, детки с детьми, молодые семьи такие... Это давно и не было на Луциоуссале, так и, судя по всему. Да, есть опасность, что после того, как выселили эти огороды, есть опасность, что вырубят эти сады? Ну, мы надеемся, что нет, нам бы, вроде бы, теперь уже бывший мэр, когда мы делали, мы же тоже делали акции в защиту этих огородов, и когда были планы там продать эти огороды, да, когда, но там слишком много городу надо вкладывать в коммуникации, там даже нет... Там не продлевали аренду, да? Да, да, там нет, например, половины садов электричества, да, там, ну, там половина территории, так называемая, в плане города затапливаемая, да, которая, ну, она раз в 10 лет даже чаще, там, ну, каждую весну и осень, когда поднимается уровень в реке Даугаве, там затапливаем территории, и это, как бы, самое лучшее решение для города, все равно, ну, по законодательству дамбы строить нельзя, если нет построек, да, по латышскому законодательству, так что, ну, территория, где, ну, вода приходит, уходит, очень благоприятно для садов. Конфликт сейчас в чем? Вот завтра последнее вот число? Ну, этот конфликт больше людей волнует то, что пока что все огороды в Риге этот в новом плане, это договор на один год, да, и, конечно, есть аргумент, что там неухоженно и так далее, да, что там свалки, но это то, что людям тоже, что они будут вкладывать на один год, если, ну, хотя бы на пять лет договора, да, в новом плане, как бы, есть, но это теория, нету, что там будут эти огороды, которые на девять лет, да, или, ну, еще вот, ну, как есть знаменитое место, я знаю, местный ее зовут Руцев, Балдарайская Рублевка, там тоже огороды на девять лет, как бы, раньше были, а в новом плане больше таких нет, и наше, мы, как бы, предупреждаем, пока что нас никто не выгоняет, но мы уже все жители умные, мы знаем то, что запланировали, то и должно быть, и поэтому мы хотим, чтобы это было уже все-таки запланировано, те территории, где были бы долгосрочные, где бы на год, и чтобы мы уже это знали, и тогда люди могут или вкладывать заборы, или, ну, или так далее. Алья, ну, вот на форуме что прозвучало, какие идеи, ну, чтобы сделать Ригу дружелюбнее? Вот одно из предложений, известно, вот, было предложение, что если вот нет у города денег, то давайте, пускай, рижане сами занимаются, например, озеленением, да, вот когда говорили об этом, что еще может быть, вот какие предложения? Мне надо сейчас вспомнить, я могу кратко сказать, какие предложения вышли из нашей группы работ, да, мы как раз работали над хорошим управлением Риги, Альянс. И, да, главная миссия, мне кажется, вот этого хорошего управления, у меня такое очень хорошие слова есть написаны, это в идеальном случае, да, как все происходит в городе. И это не только относится к коммуникации с жителями, но и просто коммуникация с департамента на департамент, с коллегами на коллег, и он звучит так. Сначала идентифицировать, потом обсудить, и потом решить, а не решить, объявить и потом защищать. Потому что в Риге бы много вещей, которые происходят, они такие, вот мы решили, ну, должен, может, обсудили, как-то, как-то решили, объявили, и потом, например, гражданское общество выражает, да, защищать, защищать, защищать идею, которая, ну, что-то не так, да. Вот это главный вот этот мотив, который надо соблюдать всех уровней, и с коммуникацией с гражданами, с коммуникацией с инвесторами, с коммуникацией между департаментами и так далее. И вот некоторые очень такие конкретные предложения, которые вышли из рабочей группы нашей, это такие, например, ликвидации некоторых рижских этих капитальных компаний. Потому что муниципалитет не обязан, не должен заниматься частным бизнесом. Это как-то расшатывает конкуренцию. Коррупция, получается. Да, уродует конкуренцию и проявляет место для коррупции. Это один. Тогда мы предлагаем более прозрачную систему закупок. То есть отказ от коммерческой тайны в муниципальных контрактах. Если тебе что-то скрывать, просто не участвуй. Нет ничего такого, что надо скрывать от жителя, если это сделано за наши деньги налогоплательщиков. Тогда прозвучала такая вещь, как аудитерское учреждение в рижском самоуправлении отдать партиям оппозиции, срочно ввести полноценную работу информационной системы рижское строительское учреждение. Это без, да, бувный оттепь информации. Потому что Рига была последней, которая подключилась. Я, как слышала, очень большие проблемы с этим сейчас. Тогда мы тоже очень дискотируем про такую тему, где нужно, конечно, очень... Мы будем продолжать про это говорить. Это рассмотрели возможность децентрализации рижской администрации. Это просто звучало так, что надо делать так, чтобы администрация была ближе к рижанинам. Значит, доступнее к обществу. Например, в Риге есть три самоуправления. На более как... Каждое самоуправление, скажем так, грубо говоря, обслуживает 200 тысяч жителей. Например, представьте город, не знаю, Цельсис, который одно самоуправление обслуживает столько-только тысячи, гораздо меньше людей. С мэром, с всем административным аппаратом. И сейчас вот эти услуги, которые делает самоуправление, они более как... У них нету так много полномочия. И вот мы хотим, чтобы... Мы, конечно, не предлагаем, сколько должны быть этих административных разделений и сколько нужных этих маленьких мини-управлений, но как сейчас, она не функционирует так, как мы хотели. И вот мы хотим, чтобы эти услуги, они были поближе людям. Например, в конце Вецмолгрависа и Вецати, вот это первое, чтобы поехать на учреждение, она находится в центре Вестурдаш. Почему бы свои запросы Буувалда, консультации про, не знаю, историческим монументам, ты не мог бы пойти в свою маленькую мини-думу, ну, скажем её так, да? И это тоже, это более дружественное... Но это ближе контакт с людьми, которые живут тут. Но у меня вопрос к вам, вот как раз вот Алла и Элита. Но если это всё будет реализовано, возможно, вот, например, чтобы в Риге появилась Эйфелева башня? Вы же знаете, да, что когда её строили, да, ну, и когда построили, там никого не спрашивали, и вот она... И протесты были. Да, были протесты и всё остальное. Ну, ко многому привыкают. Есть люди, которые, может быть... Ну, да, есть, ну, не знаю, если говорить о архитектуре. Я думаю, что сейчас всё-таки изменилось. Ну, не думаю, что в начале прошлого века было какие-то дискуссии о особом общественном участии в обсуждении, потому что даже, извините, даже у женщин не было права голосовать. Я думаю, сейчас всё-таки это было бы иначе. Хотя, ну, например, ну, не знаю, я бы... С одной стороны, мне очень нравится, что у нас есть новая библиотека, но не всем, например, этот... Да, сколько она стоит. Да, нет, не только сколько стоит. Вот как раз на прошлой неделе мне были друзья из Питера, приехали, да, и сказали, ой, что это? Ну, что я когда рассказала всю легенду, отвезла их внутрь, им понравилось. Но если смотреть, ну, чисто визуально, да, ну, это не всем нравится. Там здание разрушили, которое зеркало... Да, да, историческое, да, на Кудю историческое наследие, довольно красивое здание. Ну, это... Но я думаю, что сейчас всё-таки, ну, нельзя так сравнивать, потому что, ну, действительно, общественная всё-таки сейчас общественность более... Да, ну, это коротко, да, сейчас... Просто если будет общество всё время вот как бы вот что-то предлагать, 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 собирать, договариваться, то можно моментально лишиться там гостиницы Латвии, потому что оно торчит в старом городе, моментально лишиться там этого здания, Министерство сельскостного и всего остального, Академия наук сразу полетит, потому что такое отношение и связано с там с оккупацией, и памятник освободителям тоже улетает сразу, вот. И люди будут говорить только о том, что нужно вот там вернуться, вернуться, сделать вот удобнее на это, это, и никакие Эйфелевы башни уже вот в таком обществе не появятся, потому что это, ну, как авангард, как взрыв, как... Недружелюбно. Да, недружелюбно, да. У меня есть комментарии про это, про вот это, насколько нужно слушать жителей, если так скажем, да. Вот, и по каким вопросам. И почему. Вот мы тоже очень дискутировали про это вопросом, просто вот так, ну, в зале, вот, мы, вот тоже из Альянса, мы все-таки, думаю, есть какое-то вот золотое... Середина. Золотая середина. Общество – это не только, ну, скажем так, жители, не профессионалы. Жители, есть и профессиональные общества архитектов, есть профессиональные общества, вот этот Айна в архитекте... Пейзажные архитекты, да. Все остальные профессиональные общества – это тоже жители. Также жители – это тоже инвесторы с деньгами. Жители – это тоже предприниматели, которые бы хотят развивать бизнес в этом городе, да. Когда есть консенсус какой-то всеми этими лицами, которые очень умно город может посадить, скажем так, за один стол, тогда город развивается. И тогда в этом городе мы все осознаем, что для нас важно. Да, вот этот... И вот я тоже думаю, инвестор, он будет всегда свои деньги вкладывать там, там, где есть вот этот консенсус, там, где ты... Восстребованность. Да, там, где есть понятие город, где он движется. И очень неправильно думать всегда вот там, значит, гражданскую общество, значит, это какие-то там бабки, да, с котами, да, которые там вылазы, ну, откуда-то там идут и протестируют. Или просто вот это юноши, которые там тоже протестуют, да. Все-таки я бы хотела этот термин гражданской общества в этом, когда мы говорим про планировки Риги, да, немножко расширить. Это тоже профессионалы. Не всегда мнение профессионалов совпадает с мнением там конкретного человека, который, может, живет в этом квартале, но это не значит, что у него тоже нету какие-то права сказать, да. А если мы говорим про вот такую дружественную Ригу, ну, какая разница, ты едешь с, не знаю, с джипом, да, выходишь на улицу и идешь, перекресток. Или ты идешь через этот самый перекресток, как человек, который только перемещается в пешеход. Пешеход, да, мы привим звонки. Да. Пожалуйста, надевайте наушники. Девушки, слушаем вас. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Доброе утро. Доброе утро. Вот как так получается? С одной стороны, вы говорите, что люди, которые живут в городе, они являются инвесторами, они деньги платят, а как детей учить на родном языке, там совсем другая риторика. Это двойные стандарты. Вот как клумбы сажать, это потом. Вы говорите о расчленении самоуправления. В стране, наоборот, идет укрупнение, а вы говорите о том, что нужно отделять от рижского самоуправления какие-то кусочки. Сегодня вы это говорите, а завтра говорите, давай будем страну делить на кусочки. Вы что? Мне кажется, немножко не так поняли, но... Да, я хочу... Можно снять, если мешают наушники. Я прокомментирую про расширение. То, что когда самоуправление идет поближе к людям, это не значит расширять административный аппарат. Это значит его оптимизировать, наоборот. Просто те позиции, которые сейчас, может быть, неэффективны... Это тоже про хорошее управление. Те позиции, которые сейчас неэффективно исполняют свою работу, они просто будут делать что-то другое. Ни в каком случае ни Альянс, ни кто другой не хочет более такой жирный или большой административный аппарат. Наоборот, эффективность – это не значит расширение. Так что это надо понять. Почему ближе к жителям? Это просто более дружелюбно. Решать вопросы в том окрестностях, где ты живешь. Ну и потом всегда проще решить какие-то вопросы какой-то более такой маленькой компанией. Даже если брать, например, на уровне одного дома мы иногда не можем договориться о каком-то управлении. А, допустим, на уровне квартиры нам проще. Точно так же и здесь. Да, кстати, говоря про квартир, еще последнее предложение, которое от нашей группы вчера произвучало, это то, что город Риги должен мотивировать жителей Риги создать ассоциации владельцев квартир побольше. Потому что мы думаем, что это единственный способ осознать ответственность жильцам и наконец-то навести порядок в этой жилой политике, тоже политике планирования, в том числе вот эти земли, которые не принадлежат квартирным домам. Ну да, когда земля под домом принадлежит другому хозяину, чем дом. Да, они это очень мешают, что вообще благоустраивать, чтобы выйти во двор, да, вообще что-то сделать. Это на законодательном уровне необходимое изменение. Да, это на законодательном уровне, но так как Риги живет, по большинстве людей живет конкретно в квартирных домах, это очень касается города Риги. И город Риги, ну, должен быть как бы флагман этом. Еще звонок. Еще звонок, пожалуйста, надевайте наушники еще раз. Слышим вас. Доброе утро. Доброе утро, Аниманд. Поскольку все ваши предложения тянут на изменение закона, то есть как законотворчество, я бы вам предложил еще две идеи, которые, ну, я думаю, способствовали бы даже вашим идеям. Значит, идея первая. В законе установить, что ревизионная комиссия каждого избирательного органа, то есть хоть в Сейме, хоть в Рижской думе, хоть в Долгопилской думе, находится не в руках позиции, а в руках оппозиции. Это автоматический контроль. И то же самое, второе предложение. Центральное, ой, не центральное, а избирательная комиссия. Потому что эти две комиссии, которые контролируют автоматически работу избирательного органа. И вот тут вы говорите об открытости управления. Вот тут и появляется открытость управления, если контроль в руках оппозиции. Так что удачного пути, удачного дня. Спасибо вам. Спасибо, да. Как раз вот это мы вчера обсуждали, что вот, да. Да, я говорила об этом. Да, что он... Инструменты дать оппозиции, да, больше? Да, инструменты дать партиям оппозиции. Вот конкретно это аудиторское учреждение. Чтобы они что-то делали, да? Потому что, чтобы... Ну, да, и сделали. Тогда есть такая более демократическая... Ну, есть слово, скажем так. Да. Как раз про это и говорили. Спасибо большое. И я хотела бы дополнить тут вот об управлении. Но есть вещи, которые точно можно отдать больше жителям. Как бы дополнить то, что мы действительно... Если мы как жители какого-то многоквартирного или даже нескольких у нас, например, внутренний двор, то, что мы очень важно знаем, что денег есть столько, сколько есть. То, чтобы мы, вот которое я считаю очень важное решение вчера предложили, предложили, что город планирует, как наш двор. Мы понимаем, что, может быть, что каждый что-то там пичкает. Может быть, это не всегда так хорошо, да? Это был больше как протест против, ну, этого огромного количества, которое, к сожалению, надо вырубать. Но, например, город планирует, что в нашем дворе, ну, делает как бы план такой внутреннего двора. Ну, представляю, типичный такой внутренний двор в микрорайоне. Там парковки. Да, да. Где будет парковка, где будет у нас детская площадка, где озеленение есть. Но дома строили в те годы, когда о машине можно было только мечтать. И стояли в очереди на мотоцикл. Ну, есть и решение. Я бывала в Восточной Германии, там та же проблема, но они или делают какие-то, ну, как бы воздушные сады. Не зарываются в землю, а она, ну, на каком-то уровне. А там крыша зеленая, да, над парковкой. Только как и город планирует. И раз нет денег, то мы, как бы, жители, я думаю, любой согласен в своем дворе посадить дерево. Я это видел в Швеции. Да, что раз, ну, понимая, что, может быть, на весь город нет, да, что город, то, что мы хотим от города, это город дает план, там профессионалы, ну, чтобы действительно один там посадит, не знаю, какой-то не так. Но город дает план, а мы, как жители, знаем, а, значит, там будет у нас клумба, и мы это сами, ну, как бы, потому что, например, там, где я живу, у нас там весной борьба, в которой тетенька первая посадит, посадит растение у входа, в подъезд, да, и город может разным образом поддерживать. Город может, например, делать вот, где нужен микро, ну, какое-то управление или микрорайоном, или как-то иначе, например, конкурс, да, на ухоженную лестничную клетку, там же тоже есть лестничные клетки, где, ну, подъезды, подъезды неправильно, да, что там люди, ну, цветы сами убирают, ну, важен такой, и тогда люди, я думаю, что, ну, мой опыт, когда раньше не было, не было еще организации АПКМС, когда были, ну, только 2-3, да, организации, то я помню, что, да, все начинались с протестов. Кунзен, например, основали общественные организации, когда протестовали против планов развития, там, нефтяных терминалов, кунзен, саль, но потом, когда люди, как бы, ну, объединяются, они начинают как протест, а они понимают, что они собрались, и они хотят что-то больше делать, и я бы, как бы, все-таки защищаю демократию, что, ну, люди, они понимают, ну, люди же не глупые, я все-таки говорю, что люди и те же бабушки с кошками теперь понимают, они там звонят сами, чтобы, ну, стерилизовать животных, и там, какие-то дежурства, или эти кошачьи домики, но людей надо образовывать, ну, позволять им действовать. Может быть, сначала они будут неправильно действовать, но все-таки сами же поймут, да, когда много активных людей. И это, как сказать, объединяет и русских, и латышей, и всех, кто в этом доме живет. Скажите, а как вот этот альянс с рижских предместий, как он финансируется? Это наша общественная работа. Это полностью волонтерская работа. Мы тоже руководители своих обществ, тоже волонтерская работа. Вообще организации, ну, если мы, у нас и есть какое-то финансирование, он уходит на конкретный проект. Ну, конкретно на проект. А вы выигрываете проект? Мы выигрываем проект. Например, сейчас тоже в моей окрестности Саркандалговой, я еще нигде публично это не озвучала, может, и время, когда я могу озвучить, как раз про конкурсы, да, Элла это говорила. В Саркандалговой мы будем делать конкурс как раз про озеленение. Знаете, вот эти, когда выходишь из подъезда, там многие люди делают такие клумбочки, вот тоже борются за место клумбочек. Вот мы хотим поднять это в этом уровне, что вот мы сделаем такой конкурс за самую красивую клумбу подъезда или самый красивый балкон. У нас будет категории, там жюри компетентная, из профессионалов и непрофессионалов, тоже вот эта демократия, да, и вот будем делать такой конкурс, потому что все-таки нельзя все время ждать от кого-то, что тебе что-то сделает. Особенно это относится к жителям многоквартирных домах. Мы все время ждем, что нам что-то поднесет на подносе. Это частное имущество, только оно разделено на квартирных обществ, да, разделение. Но это частное имущество, и про это надо заботиться самому, а не ждать. И вот с такими конкурсами, с такими маленькими вот... Мотивациями. Мотивациями, да, мы хочем просто озвучить это побольше. И да, так это все волонтерская работа, зависим только от помощи людей. Кто-то там макет сделает, кто-то, может быть, поможет распечатать, кто-то еще что-то, какую-то консультацию, да, дать. Это все, в общем-то, гражданское общество, которое... В общем, люди знакомятся друг с другом. Да. Выходят на улицу и узнают соседей в лицо, а это был большой провал, да, когда не знали, кто рядом живет, и сдается квартира, меняются люди. Слушатель спрашивает нас в чате, в WhatsApp, почему необходимо создавать общество, чтобы решать проблемы, почему недостаточно коллективного решения, оформленного письменно, на бумаге или там в цифровом виде с полписью. Это то же самое, можно не создавать общество, можно не делать это, скажем так, так официально, да. Есть много такие группы, которые просто объединились, не знаю, там, соседи, вот делают коллективные... Это тоже очень хорошо. Не обязательно создавать общество. Почему общество? Это просто для... Для такое, ну, скажем так, чувство, что это как-то немножко как сила, да. И то, что я заметила за эти года, я уже 7 лет в этой структуре, скажем так, как общество, я заметила, что люди, так как вот это управление, она так отделена от режима, да, что, например, мы получаем письма, да, у нас там проблема. К нам даже начинают обращаться как к такому маленькому самоуправлению, хотя мы тоже только работаем на волонтерском... Вы сокращаете дистанцию человека и самоуправление. Вот именно. Мы сокращаем эту дистанцию и нам так кажется, что вот мы конкретно вот этот междуслой... Да. Спасибо. К сожалению. Очень четко вы сказали. Да, спасибо вам большое. У нас в гостях сегодня были глава... И все закрылось. Хорошо, прекрасно. Да, у нас была глава... Глава-глава. Глава-глава. А, Илья Ель, это представители в окрестности Альянса... Альянс Рижского Альянса в окрестности Алла Ятурла и вот Эллика Калнини. А мы с тобой стерео работаем, да? Витя-президент Клуба защиты среды. Спасибо вам большое. Удачи вам, успехов.